так доброго времени суток поздравляем с церковным праздником святые память которых в этот день празднует святая православная церковь молите бога нас приближается один из наших любимых праздников хэллоуин праздник любимый потому что дает много возможностей для творчества все остальные праздники это как правило стандартные поздравления и много много бухла а хэллоуин предполагает именно вечеринку тематическом антураже поэтому хэллоуин стоит в одном ряду с такими любимыми праздниками как рождество новый год масленица ну и другие такие где много движухи и креатива да но если в упомянутых праздниках антураж уже сформировался и даже успел надо есть то хэллоуин лично для нас да и наверное для всех россиян довольно новый праздник и это дает большие возможности для творчества в первую очередь потому что это предполагает костюмированное действие следовательно надо конструировать своего персонажа собственно за это хэллоуин и полюбился детям европе и америке и персонажи более разнообразные чем например на рождество более динамичные и разнообразные мероприятия в общем мы только что объяснили зачем по нашему мнению надо праздновать хэллоуин это креативно это интересно это динамично а так как праздник новый то есть шанс придумать что-то принципиально новое и с этим войти в историю сейчас но сейчас налетят праздник аборцы и начнут говорить что праздник чужой и в нем присутствует поклонение нечистой силе значит по поводу того что праздник якобы чужой он отходит к теме ирландии и великобритании уходит в историю древним кельтам ну это же как минимум познавательно и как максимум интересно но ведь это же интересно углубиться в чужую культуру вот например античную мифологию как правило россияне хоть немножко знают кельтская для нас довольно чужая хотя сейчас появилось много разных фэнтези гоблинов эльфов это как раз из той мифологии так что в принципе поизучать посмотреть это всегда интересно сделать фонарик из тыквы это хороший семейный мастер-класс для вас и ваших деток уже польза да вот мы как раз сделали это называется светильник джека по легенде джек это алкоголик которого за пьянство не пустили в рай и он неприкаянный ходит вот с таким фонариком в темноте и освещает себе дорогу у нас обратите внимание фонарик правильный он на веревочке его можно подвешивать только лучше это не делать потому что тыква еще свежая она не высохла она тяжелая раньше вот из тыквы делали фонарики это же не было пластиковых бутылок точно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну а про нечистую силу, так не забывайте, что в древности праздники имели религиозную составляющую, а сейчас этой религиозной составляющей нет. Праздник раньше имел хозяйственное значение, чтобы люди встретились друг с другом и со своими сверхъестественными помощниками. И договорились о хозяйственных делах. Да. На современных праздниках религиозных обрядов нет. Там нет никаких языческих жрецов. В жертву никого ничего не приносим. На современных праздниках религиозных обрядов нет. Там нет никаких языческих жрецов. В жертву никого и ничего не приносят. Даже современные религиозные праздники утратили свою религиозную часть. То же Рождество в детском саду или школе не включает в себя христианское богослужение. Более того, серьезные верующие идут на раздественское богослужение и там не всегда причащаются. Потому что полный храм народу, не получается поисповедаться понормально, не получается не злиться на людей, когда стоишь в душном помещении, в одежде, на одной ноге и бодаешься с ближним за место для другой ноги. Люди вот сходили в храм в какой-нибудь другой, где архиерейское богослужение, а потом в какой-нибудь другой день идут в храм и причащаются. То есть даже в религиозном празднике культурная часть отдельно, религиозная часть отдельно и они разнесены друг от друга во времени и в пространстве. Тоже Рождество празднуем отдельно, где-нибудь в школе, где-нибудь в детском саду или дома или в гостях или в клубе в ресторане, а религиозная часть в храме, причем в другой день. Ну, бывает и так. А Хэллоуин даже официально заявлен как светский праздник. Неважно, что когда-то там было язычество, потом христианство, сейчас это светский праздник. То есть даже если есть язычники, которые будут совершать в Хэллоуин какой-то древний кельтский обряд, то они будут это делать не в клубе, где идет костюмированная вечеринка. Ну и плавно мы переходим к тому, что атрибутика Хэллоуина не нравится представителям нашей православной субкультуры. В данном случае православным не нравятся ведьмы, вампиры, оборотни и прочие рогатые, зубатые и тыквоголовые персонажи, которые участвуют на Хэллоуине. Это точно. Ну так персонажей можно подобрать на свой вкус. Мистика бывает разная. Розовые пони. Это же тоже мистика. Кстати, да. Почему бы не одеться в розовые пони? А почему бы и нет? Девчонкам кому-то нравится. Ой, как красиво. Нравится. Кстати, Хэллоуинский вампир это же не обязательно подражание графу Дракуле. Это может быть подражание вампирам из творчества Сергея Лукьяненко, Ночной дневной дозор. Там вот сосед вампир покупает кровь в магазине. Кто-нибудь настоящего вампира вообще когда-нибудь видел? Не видел. Тогда почему он не может быть таким, каким я его сам себе возьму и напридумаю? Наш вампир может быть, например, православным настоятелем храма. Каким-нибудь продалевым старцем, который пьет кровь своих прихожанин. Как интересно. Или может каким-нибудь прихожанином, который пьет кровь священников. Ой, жесть. Короче, вам помогут современные сказки и современные романы фэнтези. Выбирайте симпатичный вампирсонаж. Добавляем ему атрибуты нужной субкультуры, в том числе и православной. Ну, почему бы и нет. Вот наш православный вампир живет в городе, покупает кровь в специальном магазине. А магазин называется «Красная и белая». Ну, например, так. Ну, допустим, еще наш вампир входит в христианский клуб знакомств. И никак не может там найти себе подходящую девушку. Потому что там сплошные гордые, певчие эльфийки справа и левого клироса. Ну, почему-то гордые. Ну, а эльфы, они всегда гордые. И они еще поют хорошо. А поют классно. И звук стреляют метко. Это будет, кстати, не только креативно, но и полезно с точки зрения психологии. Потому что персонаж может быть наделен и, скорее всего, будет наделен чертами характера хозяина этого персонажа. Разумеется, западные психологи это давно заметили. Поэтому подготовка к Хэллоуину – это просто рай для психолога. Так что очевидная польза от Хэллоуина – это своеобразный психологический тренинг. Кстати, если смотрите какие-нибудь американские или английские семейные фильмы, то как раз там тема подготовки к Хэллоуину – это как раз для всей семьи мастер-класс. Там эти костюмы готовят, это придумывают, фантазируют. Так что чем мы хуже. Итак, придумали персонажа, но он же должен не тупо сидеть за столом, бухать, глядя в смартфон. Надо придумать какую-нибудь движуху, какое-нибудь действие. Это опять психология. Из серии «Создай мир, где живет твой Хэллоуинский персонаж». Придумай взаимодействие своего персонажа с другими персонажами. Ну, ролевая игра получается. А она самая. В общем, подведем итоги. Собственно, вот краткий конспект. Сейчас мы вам перескажем, как праздновать Хэллоуин в рамках нашей православной субкультуры и с сохранением всех атрибутов исходного праздника. В первую очередь признаем для себя, зачем нам это надо. Чтобы культурно и креативно повеселиться в тематическом антураже. Да. Вот мы собираемся веселиться и тусоваться, а не проповедовать христианство. Ну, или свое понимание христианства. Кстати, насчет проповеди христианства на рок-концертах и на Хэллоуинах, и где только можно, а точнее, где только не нужно это делать. Вот, например, в 90-х и 2000-х годах была такая мода, вот некоторые священники, в общем, пытались проповедовать, пытались что-то христианизировать Хэллоуин, и ничего хорошего из этого не получилось. Мы призываем не повторять их ошибки, особенно православным, кто любит миссионерить. Мы не проповедуем, мы не вкладываем в праздник христианский смысл. Мы именно весело и креативно проводим время в приятной и интересной для нас обстановке. Имеем на это полное право. Мы свободные люди. Не надо пихать проповедь христианства или нравственности, где надо просто развлекаться. Вы празднуете для себя и для своих друзей, а не для высоких идеалов. Итак, мы определились, зачем мы будем праздновать, и теперь начинаем создавать тематическую праздничную атмосферу. Читаем и смотрим, кто как празднует Хэллоуин. Ищем то, что вам нравится и что вам доступно. И обратите внимание, смотрим не как в древности праздновали, а как сейчас празднуют. Потому что даже 20 лет назад Хэллоуин могли праздновать иначе. Сейчас гораздо больше у нас и креатива, и атрибутики, и опыта этого самого празднования. Да. То есть смотрим, какие атрибуты, какие аксессуары, как одеваются, какие слова, какие поздравления говорят. Какой музыку слушают. Да. Выбираем то, что подходит нам. Этим добром вообще, как праздновать Хэллоуин, заполнен вообще весь Ютуб и Яндекс довольно сильно. Круто. Подходит. Это значит, во-первых, нравится и доступно. Например, мы будем в клубе праздновать или дома. А какой костюм у нас будет? И тыква какая у нас будет. Тыква на Хэллоуин. Это как ёлка на Новый год. Эту самую тыкву делать, это как ёлку наряжать. Ну да, потому что тыква же это светящийся элемент основы любого праздника. Мы её раньше времени ещё не зажгли. Туда ставится свечка и очень красиво это смотрится в темноте. Детишкам особенно нравится. А, круто. Да, дети. Ну и светящийся элемент это основа любого праздника. Да. Так что сделайте себе большую хорошую тыкву и их лынское настроение обеспечено. Вот эта тыква, мы на даче её вырастили, она 5 кг весила. Да, тяжёлая. С костюмами самая большая напряжёнка. Да как раз нет. Даём лайфхак. Выбирайте персонажей, которые выглядят как люди. Но в отличие от людей у них есть небольшие какие-нибудь отличия. Или аксессуар какой-нибудь, или что-то на теле нарисовать, или какой-нибудь маникюр, макияж необычный. Да просто одеться так, как вы никогда в здравом уме не одеваетесь обычно. Вот, например, какая-нибудь Рейгенша справа Клироса, которая всю свою церковную жизнь одевается как женский персонаж из книг Лидии Чарской, впервые в жизни наденет какие-нибудь красные чулки в сеточку и короткую-короткую мини-юбку, которую там в пункте раздачи гуманитарной помощи забраковали и велели вынести на помойку. Ну а она взяла себе как хуинский костюм. Вот он. Как-то обзовёт им вот этот персонаж свой. Ага. А вдруг понравится так ходить? Ну и отлично. Откроет театральный кружок на переходе. О, так правильно. Все, что на хуин, на себя взрослые дети надевают, это же не по-настоящему, это спектакль. Это сценический образ и немножко психологический тренинг. Ну и от костюма плавно переходим к действию из православной субкультуры, конечно. Вот здесь как раз может быть такая ошибка. Вот нарядитесь вы в бесов и будете изображать, как бесы трепещут, услышав Святой Евангелие. Но если же вы живёте активной церковно-приходской жизнью, то эта тема у вас на приходской самодеятельности, она уже настолько заезжена, настолько избита, что её ещё на хуин пихать, но это не креативно просто будет. Да, как-то. Гораздо интереснее и полезнее будет, ну вот, и с креативной точки зрения, и с точки зрения психологии, и с точки зрения даже познания вашей веры православной, если вы изобразите из себя каких-нибудь православных вампиров или православных эльфов. Вот придумайте. Вот почитали вы... Какие у них могут быть грехи? Посмотрели вообще, кто такие эльфы по той же Википедии, по каким-нибудь фэнтезийным романам, как они живут, ну и предположить, что у них, да, есть церковь, они христиане, какие у них грехи, как они постятся, какие у них святые, какие у них жития святых, как их храм может выглядеть, какая у них там архитектура может быть. А, интересно очень, да, дико интересно. Не факт, что получится. По крайней мере, интересно поразмышлять на эту тему. Ну и опять же, всегда полезно посмотреть хауинские ролики на ютубе. Мы в прошлом году смотрели очень много семейных, как мама, папа, там детишки играют в разные мистические персонажи, там у них там что-то мяукает, там что-то рычит, они там что-то ищут, какие-то квесты там по квартире, по даче устраивают. Ну, в общем, и выбрать для себя что-нибудь и добавить своего. Главное, чтобы вам было интересно. Вы работаете не на публику, а в первую очередь на себя. Да, чтобы вам было интересно, удобно и весело. Ну, в общем, да. И в заключении расскажем про себя. Как мы праздновали хауин? Ну, в прошлые годы. Значит, впервые мы созрели до празднования хауина в 2018 году. До этого мы думали, ну да, нет такого праздника у нас, ну и как-то особо не хотелось праздновать. Без него жили замечательно. Ну да. Но нас так задолбали праздник аборции своими призывами не праздновать хауин, что мы решили им на зло показать, что мы хоть и убежденные православные христиане, но мы можем праздновать хауин. Причем так, ну, в общем, во многом даже с той целью, чтобы наши друзья и знакомые не подумали, что мы поддались на эту глупую и агрессивную пропаганду праздника аборцев. Ну, не симпатичны они нам. Мы не любим, когда нам навязывают, что нам делать. Не учите нас, как нам надо жить, и мы не скажем вам, куда вам надо идти. Ну, вот такой принцип любим. Ну да, да. Мы тогда просто оделись в черную, наели сладости, выпили сладкое вино, и в течение ночи пересмотрели любимые фильмы. Ви с Натальей Варлей. Ну, Ви вот этот с Натальей Варлей, потом «Ночь перед Рождеством» мультфильм, а тыкву мы купили... Ну, тыкву просто съели. Мы ее просто съели. У нас была маленькая тыква, мы ее пытались вырезать что-то, она у нас развалилась, и мы поэтому ее просто запекли в духовке и съели. Ну, это точно. Тыквы у нас не было в 2018 году. Ну, вот уже на следующий год мы сделали светильники из тыквы, правда он был маленький, мы его сделали немного неправильно, мы сверху здесь срезали, дырку сделали там, поэтому ее нельзя было вешать. Она была у нас такая маленькая. В общем, мы потом записали тематическое видео на тему Хэллоуина. Там мы использовали страшилки православные с юмором, как православные боятся звуков интернационала и мумии товарища Ленина. А, причем именно православные активисты. Ну, всякие православные. А в этом году мы надеемся в Хэллоуинскую ночь выйти в прямой эфир и будем развлекаться вместе с нашими зрителями. Да, ну, надо же использовать то, что у нас теперь работает стрим, хоть и проблемы бывают периодически, но тем не менее работает. Ну и напоминаем, что Хэллоуин празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это вот по нашему стилю. Не бойтесь впервые отпраздновать этот праздник. Не пожалеете, если останетесь живы. Ха-ха-ха! Хэппи Хэллоуин! Весело всем вам Хэллоуина! Ну, в общем, надеемся, что наше видео вам было полезно. Ну и мы прощаемся с вами. До свидания! До встречи в следующих видео! Да, до встречи в следующих наших видео! Ставьте лайки, пишите комментарии и предлагайте идеи относительно того, как весело и креативно отпраздновать Хэллоуин в традициях православной субкультуры. До свидания! Спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok